Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанна Фетисова. И сегодня я делаю предновогоднюю ревизию своих теней-однушек. Это кремовые тени и сухие тени. Также хочу попросить вас внимательно посмотреть и выбрать для меня новые тени в косметичку месяца, которые я планирую открыть с будущего года. Мой проект использовать по максимуму будет продолжаться и на следующий год. Он примет немного другую форму. Будут продукты, которые я буду стараться закончить. Они также есть сейчас здесь, потому что среди них есть также тени-однушки. Также будут выбраны мной лично и вами, в частности, тени, как новые продукты, которые я буду активно стараться по максимуму использовать в течение каждого месяца. Ну, а сейчас хочу показать вам все цветы и оттенки близко. Предлагаю начать с кремовых. Вот такой иллюминайзер от L'Etoile. Вначале даже хотелось с ним распрощаться. Вот, как вы видите, пыталась добавить туда какой-то крем, чтобы он стал хоть немножко посветлее, потому что он просто очень-очень такой прям сияющий, блестящий. Но, однако, я поняла, что в итоге его можно использовать исключительно как кремовые тени. При тонком нанесении, как вы видите, он дает вполне приятный, приемлемый оттенок. Если на подвижный век его использовать, то будет очень красиво. Я пробовала. Написано, что это база для тона, я даже не представляю себе, что будет с лицом. Но только если на венецианский карнавал, если вы едете, я могу вам посоветовать вот такую базу. Для меня это довольно сложный продукт. Если вы его выберете, я буду стараться каким-то образом его использовать. Вполне возможно для вечерних макияжей, либо макияжей, которые я буду показывать вам в видео. Знаете, он очень хорошо застывает. Вот этот странный продукт, который можно, однако, использовать только как тени, по моему мнению. Так что вот для жирной кожи, кстати, век, вот такие вот варианты я могу посоветовать. Вы покупаете просто базу, вот такую странную, сияющую, и потом используете ее как кремовые тени. Следующая тень, кремовая, от Эльф. Золотые, создают очень-очень тонкую золотистую дымку. И вот эти вот цвета какао, они могут наслаиваться и быть даже очень плотными. Вот такие названия. Blush and Rose и Liquid Gold. Это золотые. Золото. Хорошие кремовые, но они не плотные, то есть сильно не наслаиваются. Вечерний, яркий макияж у вас с ними не получится. Теперь следующие. Blush and Rose. Видите, они могут быть очень плотными, прям такого цвета какао. Также растягиваться в такую вот дымку. Следующие двое теней, это тени 2 в 1 в стике от Essence. Светлые, как вы видите, 02, Pitch Perfect. И более темные, 06, She's Got The Move. Вот такие оттенки они дают при нанесении. Они отлично пигментированы, как вы видите. Они также застывают. Вообще все тени хорошо застывают кремовые. Видите, они неплохо тушуются, становятся более такими светлыми. Темный цвет, конечно, более сложный. Но можно в уголок глаза, в принципе. А тут очень важно не сделать ими грязь. Следующие тени также от Essence, это Eyeshadow and Primer. Тоже тени, которые можно использовать как праймер. Когда подойдет к финалу моя база от Belle, я буду использовать Essence. Для того, чтобы тени не засыхали, я использую масло. Пожалуйста, посмотрите для тех, кому это актуально, кто хранит множество вот таких вот кремовых теней, боится, что они засохнут, в процессе неиспользования вами этих теней. Пожалуйста, посмотрите мое видео, оставляю вам ссылочку, которую вы сейчас видите наверху экрана. Посмотрите внимательно, что с ними нужно делать. Хорошая кремовая, чуть более светлая база. Все они очень хорошо выравнивают тон кожи и засыхают прекрасно, схватываются на веки. И на них уже прекрасно держатся сухие тени. Следующий карандаш, это мое недавнее приобретение. Тени NYX 611 йогурт они называются. Это очень-очень, видите, такой деликатный оттенок. Он немного бронзовый. Вполне возможно, я отдам его в итоге дочке, если ее заинтересует все-таки макияж. Сейчас она не очень любит пока делать макияжи. Ну, максимум красит реснички и губы. На этом все. Но, в принципе, я думаю, он может быть таким очень деликатным вариантом макияжа и даже дневного. Также есть у меня очень-очень, кстати, хороший, бюджетный, буквально по 100 рублей, может быть, даже и меньше, тени от Belle. Я показывала вам их в своих бюджетных находках. Belle польская косметика. Тут я должна вам сразу сказать, что выбирать вам придется только одни, потому что вот эти тени у меня сейчас в проекте использовать по максимуму. И они работают у меня как база. Я стараюсь их закончить так, что они в любом случае остаются у меня в проекте. И вот уже вторые тени. Я прошу вас внимательно посмотреть. Возможно, вы их тоже выберете. Знаете, они немного светлее кажутся. На глазах темнее гораздо, когда их наносишь. При определенном свете они даже становятся темно-темно такие вот медные. Тени Belle в номере 01. Ну и далее у нас с вами три варианта Color Tattoo. 35-й, 91-й и 93-й. 91-й Creme de Rose. Также может служить как база и как основной тон. Очень красиво подчеркивает цвет глаз. Идеален под бежевый макияжик 93-й Creme de Nude. Вот яркий, насыщенный бронзовый оттенок, который может использоваться как в сочетании с другими цветами, как подложка под макияж. И также очень красив в качестве монотеней. Это 35-й On & On Bronze. Показываю вам двое теней. Они немного похожи между собой. Первый Clorans в 07 номере. Розовый оттенок вот такой вот. И вторые всем вам известные Color Tattoo. То есть это четвертые тени в моей коллекции Color Tattoo. 65 Pink Gold. Вот так выглядят тени Umbre Fondate и Clorans. Как вы видите, более бежевый подтон имеет Color Tattoo Pink Gold. Но при растушевке, как вы видите, они более похожими становятся. С одинаковым удовольствием я поработаю как с одними тенями, так и с другими. И покажу вам варианты макияжа, которые у меня будут получаться. Последний кремовый продукт, который у меня есть, да, не удивляйтесь, это румяна от Kiko. Как румяна, согласитесь, такой цвет немножко сложен. Поэтому я буду его использовать исключительно как тени. Надеюсь, мне это удастся. Цвет сам себе довольно красивый. Цвет этих румян, как вы видите, напоминает Creme de Nude. Только более такой сгущенный, активный оттенок розового. Ну что ж, друзья, это были все кремовые текстуры, за которые вы можете голосовать. И прошу вас выбрать три различных оттенка из кремовых текстур, которые я вам только что показала, для того, чтобы я могла их использовать весь следующий месяц нового года в косметичке месяца. О сыхих тенях-однушках мы поговорим с вами в следующем видео. Спасибо большое за ваше внимание. Я жду ваши отклики и с удовольствием приму ваш выбор. Буду показывать вам варианты макияжа. Я желаю вам удачи, друзья, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!